Особая ценность России, её особое призвание, призвание быть оплотом православного христианства, хранить православную веру, православную традицию, культуру, христианские нравственные начала в их неповреждённой форме. Может быть, именно поэтому сильные мира сего так ополчились сегодня на русскую православную церковь, желая оторвать от русской церкви греческий православный мир, желая разрушить единство православной церкви. Мы обладаем определённой достоверной информацией, что всё то, что происходит сейчас в мировом православии, это не случайность, это не просто какая-то прихоть одного или другого религиозного деятеля, который просто, ну так, умом помрачился, можно сказать. Это реализация совершенно конкретного плана, который преследует две цели. Во-первых, оторвать Россию от греческого мира, а греческий мир от России. Потому что в сознании злоумышленников, а иначе я не могу назвать этих стратегов, русская церковь представляется им некой мягкой силой, посредством которого Россия влияет на другой, на окружающих мир. А возникает вопрос, а почему же Россия не может с другим миром делиться своими духовными дарами? Почему это преступно? Это преступно только в сознании тех, кто стремится к ослаблению, а по возможности и к уничтожению той роли, которую играет Россия. И то, что сегодня происходит вокруг Русской Православной Церкви, вокруг всей этой проблемы признания или непризнания украинских раскольников православными церквами, во всей этой истории есть нечто, что не декларируется, но что является главной целью тех закулисных сил, которые развязали эти раскольнические тенденции. В Русской Церкви мы это хорошо понимаем, но это сегодня понимают и наши братья в Греции, в других православных церквах. К нам обращаются с просьбой устоять, не дрогнуть, продолжить эту независимую линию сохранения единства вселенского православия, а самое главное – сохранение духовной независимости Русской Православной Церкви от всех этих центров мирового влияния. Поверьте, это непростая задача. У Церкви нет ни армии, у Церкви даже нет достаточного количества материальных средств, чтобы внешними материальными силами и средствами создавать вот эту духовную оборону. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok